Наш старый знакомый Игорёк, вот сидим общаемся. Здорово, Игорёк. Привет. Чё, ну, долго мы сейчас с тобой общались. Слушай, а это, где ты на улице сейчас живёшь? Сейчас. В данный момент я нахожусь здесь, а потом... Не, ну сюда ты так кайфануть пришёл, погулять там, пивка попить, пострелять денег, да? Да. Ну, не то чтобы денег... Вообще где-то в основном на Петровской-Розумовской тусуешься? Ну, в основном, да, Петрашка, это как, ну, не то чтобы тусовка, просто это как бы родной край. Вот. Ну, естественно, я хочу сказать, что здесь тоже тусовки нет, и... Вот, ребят, сейчас курсану, ребят, ребят, вот, короче, это, уважаемые подписчики, человек, квартира у него на Петровской-Розумовск. Ну, не у него, а мама с отчимом и с братом, с младшим, да, живут? Да. А брат родной или от отчима? От отчима. От отчима, не родной. Вот. То есть человек, и тебя, короче, не пускают домой по причине, что ты выпиваешь же? Ну, да, выпиваю, или... Сразу вызывают наряд? Да, наряд, да, вот, недавно вызвали наряд, и буквально вот все те друзья, вот местные, которые за меня пошли, вот иди там, отоспись дома, они за меня пошли, и потом на них он тоже вызвал наряд полиции. Вот так. А это, что я хотел спросить, а зимой, зимой принимали тебя дома, да, когда морозы были? А когда морозы были, мне было тяжело, потому что мне приходилось иногда даже, не знаю, кататься на автобусе, потому что... Греться чисто, да? Да, да, чтобы чисто, только погреться, потому что это... Ну, а как ты живешь, чем ты живешь, что ты кушаешь? Ну, на бухло, ладно, тебе дадут люди, там, к пивнушке подошел, к любой, ребята, похмелите там, дайте, я знаю сам, что это такое, я сам прожил долгое время на улице. А покушать? Выброс с магазина? Ну, да, иногда, как бы... Знаешь уже точки, да, где, что, когда? Ну, как бы, ко мне, да, знакомый зашел, он знает, где, ну, выкидывает еду, там, ну, что-то, да, ну, пока лето, пока нормально, то есть, а потом, когда будет зима, не знаю... Шмотки так же, да, ищешь? Шмотки, от шмотки мне один знакомый передал шмотки, а там оказались эти бельевыши. Я потом ходил, чесался, вот у меня вот до сих пор укусы от этих шмоток, от его, типа... Ну, все скинул или что-то оставил из тех вещей? Ну, из тех вещей, короче, я там что-то не помню, постирал, что-то не постирал, короче, кошмар один, но все равно блоки вот этих, бусали, ужас как. То есть, я там шмотки стирал, вот, стирал, и там, не знаю, всякими разными порошками, но ты знаешь, все равно, знаешь, вот это вот все, ну, не помогает. Вот я у тебя интересовался, вроде ты такой, как бы, интеллигентный, вот сколько мы с тобой разговариваем, да, я буквально там 2-3 слова матерных слышал, а может быть даже я сам себе придумал. А вот, я у тебя интересовался, ты не состоишь ПНД, да? Ни в коем случае. То есть, у тебя с головой все нормально, как ты сам считаешь? С головой, я хочу сказать, что, не то, чтобы с телом, просто я хочу сказать, что, ну, у каждого человека в жизни, конечно, есть, ну, как бы, не определенная жизненная ситуация, у каждого есть. Я хочу сказать одно, я хочу сказать, что, если у нас нету проблем, и у нас проблемы всегда есть, и они всегда будут. Игорюка, извини, с какого ты года рождения, сколько тебе лет? Мне сейчас 36 лет. 36? Да. Я понял. Жены детей не было, да, нету? Не было, не было, нет, я даже, я даже не имел, никакую женщину, я никогда, никогда, вообще никогда в жизни не спал, вообще с женщиной, вообще. И я хочу сказать одно, что, если люди будут, ну, как сказать, будут поразумнее, будут поумнее, то есть нельзя есть с кем попало, пить с кем попало, и как-то, ну, продавать свою душу, там, за квартиру или за что-то. Я хочу сказать, что надо быть естественным человеком, и надо быть попроще, и надо говорить всю правду, как говорили нам предки. Вот, и как бы нам даже сказал пророк, ну, конечно, я не расист, я не националист, но по религии нам говорили так всем, что правду говорить легко и приятно, то есть, если даже, вот, ты там богатый или не богатый, не важно что, и у тебя есть деньги, нет у тебя денег, если у тебя их сегодня нет, завтра они у тебя появятся, может быть, послезавтра, а может быть, даже через неделю, не важно. Я понял. Игорь, а скажи, вот ты говоришь, что ты работал где-то, а почему сейчас нет? Сейчас с завода распались, короче... А где работал, не секрет? Я работал, да, на секретном заводе. А, вот тогда же. Завод, да, распался, вот он вот там вот был, вот рядом вот здесь, НПО «Наука». Он выпускал секретную технику, потом его перевели куда-то во Владимирскую область, город Першино. Меня попросили оттуда, я им сказал, ребята, я говорю... А что ты делал, у тебя есть образование вообще? Там, ну, естественно, я как слесарь, как пескодрущик металлов, и как я там работал, я знаю... А вообще образование у тебя есть какое-нибудь? Образование? Да. Есть, да. У меня 9 классов незаконченной школы, образование есть. В то же время я вот... Училище кого-нибудь не заканчивал, он что? Училище. Меня приглашали в вечернее училище, но там, в общем, как... Там вечернее училище, там уже, ну, несерьезно было, потому что... А мама давно с отчимом живет? Да, давно. Сколько брату лет? Ну, ему уже, ну, сам по сути, вот мне сейчас 36, отними, минус 13 лет. 23. 23 года ему. Ну, то есть и мама 23 года живет в Сочи, как минимум. Да, да, да. Я понял. Ну, то есть, так получается, что ты в семье лишний... В семье нет, не лишний, может быть, и лишний, не знаю. Ну, то есть они... Сколько, двушка квартира, да? Двушка, да. Ну, то есть они кайфуют, мама с отчимом в комнате, в другой комнате, брат. А тебе так, где придется? Ну, не то, чтобы, как бы, где придется. Иногда, конечно, за меня заступаются. Ну, короче, я никого не хочу судить, потому что, мало ли что, потом будет, да? Да, то есть... Ну, да. Вот. Ну, конечно, конечно, но я хотел сказать, что... Ну, что, как Леопольд говорил, давайте жить дружно, я понял. Молоча, да. Слушай, а вот ты там где-то на других каналах говорил, что там у тебя какая-то ситуация... Ситуация произошла с отчимом страшная. Страшная. Ну, не сочимом. Это правда или нет? Нет, не сочимом. У меня был такой один националист. Его звали Павлов Александр Николаевич. А почему звали? Звали. Не знаю. Его больше нет? Живой нет. Короче, чё? Короче, я с ним как-то... Когда-то ещё со школы в детстве с ним дружил. Он мне сказал, что... Да, то есть он твой одноклассник или училищик? Короче, в одной школе как было дело. Он ко мне подошёл, когда меня хотел посвятить в нацистские ряды. Вот он мне сказал, что те, кто имеют узкие глаза или там, знаешь, там... Не тот цвет кожи... Да, цвет кожи, да. Значит, те наши враги. И потом, когда он... Ну, мне, конечно, сильно в подъезде... Это были 90-е годы, он меня сильно в подъезде избил ногами. Я потом против него, но тоже пошёл, вот. Короче, ну, так вышло, что, как бы, он всё равно проиграл войну, вот. Потому что, как бы... За тебя заступились или что? За меня там, да, заступились люди, ну, с района. И, как бы, я... Ну, а вот смотри, всё понятно. Ну, я вообще хотел за другое спросить, то что... Поинтересоваться, извиняюсь. То, что вот говорили, что случилось с тобой, с каким-то мужчиной, так скажем, нетрадиционные какие-то отношения. Не, такого не было. Не было. Не было ни в коем случае. Потому что даже у меня есть знакомый, который с нетрадиционной, действительно, сексуальной арендацией, он у меня есть, он меня знает. И он сам, он баптист. Он подчиняется церкви. То есть, он, как религиозно верующий человек, как-то он ко мне домой зашёл, да, вот. И он мне сказал, я не пидор, я не сволочь. Короче, как это значит, любят говорить некоторые люди, я тоже человек, я тоже люблю женщин. Я люблю женщин, и он не распал и спит с женщинами, и причём с такими, что вообще. Мне бы, а в таком, знаешь, вот лично вот мне бы, не знаю, мечтать. Потому что они меня не принимают. Потому что это какая-то там элита, не элита, я не знаю. Игорек, смотри, а это, ну, ты вот говоришь, блин, ну вот все пьют, вот все пьют. Ну, все пьют, да. Да, все пьют, я понимаю, да. Слушай, а ты, ну, не пробовал вот какое-то время не пить? Нет, я буду пить, потому что я знаю, что, что буду я пить, не буду я пить. Это ничего не изменит, потому что, если я даже буду пить и брошу это на некоторое даже время, да, пить вредно, курить вредно, да. И помирать жалко, здорово. Ездить на автобусе тоже вредно. Лично мне понравилась вот современная техника тех же электробусов. То есть, грубо говоря, ну, не знаю. Ну, все равно ты уходишь как-то. Я вот хочу тебе, ну, разговор такой вот, ну, не хотел бы ты что-то поменять в своей жизни, поменять кардинально. Ну, ты вот, ты вот говоришь, вот хочется там познакомиться с какой-то женщиной. Женщиной, да, да. Да, женщины, они все красивые. И мне даже одна киргизская очень сильно понравилась. Но потом там вышло так, что как бы, что мои родственники взбесились. Потому что какого фига ты, значит, нашел себе киргизку, блядь. Я, а я говорю, а в чем дело? То есть, я говорю, я ее не, ну, ну, прикрелась, понимаешь, это Фатима. Я говорю, я православный, ты понимаешь, меня родственники чуют ли сами не убили за это. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что? То есть, мне похуй. То есть, ну, как бы, я не знаю, ну, понимаешь, ну, если ты, естественно, ешь судрасу, они там едят что-то другое, понимаешь? Я не молюсь другому Богу. Как ты будешь так жить с ним? Ну, это да, дело десятое. Ну, а вообще, ну, ты же понимаешь, что, ну, по крайней мере, такой вот, да, как вот сейчас ты выглядишь, но у тебя мало шансов познакомиться с дамой. Мало шансов, да, мало шансов, но зато... Я не говорю, я не говорю уже там процент вероятности увеличивается, когда у тебя есть бабки, но женщины любят далеко не за бабки мужчин. Это, как бы, мой личный опыт. Я не знаю, за что любят женщины, кого-то другого. Ну, по крайней мере, с тобой есть о чем поговорить, ты можешь что-то рассказать даме. Дама любит ушами, это всем известно. Ну, я, конечно, не знаю, чем любят дамы. Мне лично, как человеку, нравится, ну, иногда, конечно, ну, обратиться к кому-нибудь, чтобы кто-нибудь, ну, помог, там, ну, лишний раз выпить. То есть, не важно. Только выпить у тебя цель ежедневную? Ну, не ежедневная. А на районе, вот ты сегодня, мне, ну, такое ощущение, это мой личный жизненный опыт, может быть, у тебя не так. Вот ты сегодня приехал на Савеловску, наверное, ты уже до того там надоел на районе во всех стрелять бабки, что тебе надо место дислокации сменить. Ну, иногда надо, да. Ну, на районе все равно меня помнят, меня знают, я знаю, что, как бы, на районе, понятно дело, но я, конечно, не сильно тоже не надеюсь на свой район, потому что, ну, действительно, я там, наверное, кого-то заебал. Ну, хочу сказать, что Петровско-Разумовское не то, что это мой там район, это не мой район, это район, короче, как, как он принадлежит Москве, там, городу еще кому-то. Ну, все равно, ты в Москве родился, да, в Москве? Ну, я хочу сказать, что все равно, как бы, если я буду не опохмеленный, тогда мне какая разница какую-то там будет. Я понял, ну, тебе что, вообще больше в жизни ничего не интересного, вот с утра встал, ай-яй-яй, надо сбегать в пятерочку, взять охоту крепкую, или все же, что-то какие-то есть интересы, я не знаю, там, на озеро съездить, позагорать, ну, такие элементарные, которые не требуют там особых вложений. Я знаю, если кто-то какой-нибудь, я не знаю, там, кинотеатр Байкал, ну, ну, еще что-нибудь, но на Байкале купаться уже мне не по привычке, потому что там уже, наверное, тина дохнет. Да, все там, я вчера там были, там народу, просто море загорают. Я просто, вот мне вот недавно один даже мужик, значит, как, он мне предложил поехать с ним на Серебряный Бор, это Полежаевская, я, конечно же, отказался, потому что мне надо просто какую-нибудь, не знаю, там, бутылочку пива выпить, отдохнуть, и все. То есть, грубо говоря, куда-то ехать, загорать, покупаться, меня это не интересует, не волнует, особенно вот так, а вот так. Я понял. А как ты часто намереваешься здесь появляться? Здесь? Да. Ну, здесь я появляюсь, между прочим, чаще всего, просто иногда меня редко туда замечать, потому что... Теперь это, вот у меня, я сейчас придумал такой компрометирующий вопрос, а вот ты все-таки говорил на другом канале, приезжал тут блогер. Блогер, да, был, да. Да, и вот ты все-таки говорил на том канале, что, ну, давай, я прямо скажу, что тебя вроде как изнасиловал отчим. Ну, это был канал как-то люди-ублюди, и мне, как бы, ну, не только мне, просто нам, ну, как, не то, что кто-то там виноват был, кто-то был прав, просто, как бы, решили снять такое шоу, шоу. То есть, это был сценарий? Ну, сценарий дошел, сценарий был, и я хочу сказать, что сценарий был снят, не знаю, хороший он был, плохой он был, но он был снят великолепно. Да, согласен. Да, и многие люди даже этому порадовались, ну, конечно же, я хочу сказать, что если даже, например, в некоторых сценариях шоу, например, если один человек был прав, другой был виноват, кто-то был, может быть, неправ, кто-то ошибочно что-то говорил, или, может быть, в съемках где-то человек хотел себя прославить на весь мир, но далеко я хочу сказать, это не так, потому что любая съемка, сценарий рассказывается, как говорил Вильям Шекспир, то есть, наша жизнь это кино, а мы, как бы, актеры. Да, нельзя просто, как бы, близко принимать все эти вещи, сценарии, которые иногда люди принимают. Согласен, согласен. Да. Слушай, ну, я тебе так просто скажу, что тебе нужно эту тему, вот ты общаешься здесь, да, с местными бродягами, так скажем, извиняюсь, с людьми, живущими на улице, вот, тебе просто надо, очень многие помнят это, эту съемку, и очень многие так и повелось, что считают тебя за такого, тебе просто надо объяснить людям, чтобы тебе здесь проще, легче жилось, вот, понимаешь, вот, и сейчас я вот за тебя заступился, когда вот этот Александр, там, не подходи сюда, это, в принципе, вот из-за этого было, понимаешь, вот, ну, я тебе помогу в этом плане, я тебе помогу, с кем бы ты здесь не встречался, кто бы здесь не подходил, тем более после вот этого видео будет, как бы, эта тема умрет, сама собой, вот, а скажи, если не секрет, а были какие-то вот за эти съемки, гонорары, что вообще, материальное благо? Материально, материально, как сказать, материально, ну, угощения были, да, угощали, как бы, в съемки, короче, как, курицы, нам купили курицу-гриль, какое-то пиво, и еще взяли там что-то, сигарет, выпить, закусить. Сигареты, да, и все, то есть, вот, я помню, что, ну, да, не, нет, были деньги, все было нормально, то есть, я не хочу сказать, что это было плохо, это все было нормально, то есть, и, ну, как нормально, я не хочу, прямо сказать, что, прямо, это все нормально, просто люди, действительно, не зря, просто так, как бы, говорили, и не зря, как бы, это самое, как бы, говорили, да, то есть, вот, вот, недавно, вот, например, про Дагестан, это была правда, я был на кирпичном заводе, это, я был в Дагестане на кирпичном заводе, и я работал три недели, три недели. Ну, ты был в рабстве, да, тебя забрали? Ну, как в рабстве, меня, конечно, там, кормили, так, за еду, что-то там делал, не делал, не помню сам, вот, ну, ну, как, ну, супчик, там, наливали мясо, давали, элементарно, туда-сюда, то есть, там, печка газовая была, вот, а потом уже, когда я уже в Дагестане был вместе с участковым, значит, мы с ним как-то подъехали, значит, к этому хозяину, да, вот, этот хозяин сбежал, всех там баранов, ну, короче, попрятал где-то в горах, там, да, участковый его уже не мог найти, и потом меня депортировали, да, из Дагестана обратно в столицу. Но я хочу сказать, что одно, что, как бы, все равно, как бы, что здесь, что в Дагестане, что везде, неважно где, то есть, как, ну, в правилах все говорили, у каждого человека в жизни, есть тяжелая жизненная ситуация. Я помню. Ну, да, его клянить в этом нельзя, каждый попадает туда-сюда, вот, например, вот, недавно, вот, у меня, вот, мой бывший одноклассник, он обкололся наркотиками и скинулся вниз, вот, недавно это было, он скинулся вниз, и он умер. А здесь, кого, кого помнишь, вот, из тех, как бы, с кем здесь общался, по кличкам хотя бы, никого не помнишь? Ну, я вот, помню, вот, только, который с бородой, вот, был. Сейчас вот то, что на лавочках спит? Да, да. Космос. Космоса, помню, обязательно. А Тему, Тему, помнишь? Тему, который Тему? Тема, Валера Губа, Тема, Колючий. А, Колючего я знаю, да, ну, а кто Колючего, не знает, не все знают. А, всех остальных, ну, колючего, конечно, я знаю. Грубо говоря, колючий, это, понятное дело, это, конечно, он, конечно, он то появляется, то исчезает. А трубы у тебя мобилы нету? Нету. Я понял. А если, допустим, я нарисую тебе мобилу, ты через сколько минут ее пропьешь? Не знаю. А? Не знаю. Но пропьешь. Мобилу? Не знаю, может быть, пропью, может быть, нет. Я так сам. Fifty-fifty. Fifty-fifty, да. Я понял. Ну, вообще, так или иначе, я тебе предлагаю, как бы, такую дружбу. Будем общаться, встречаться и с твоего позволения будем договариваться о съемках. Интересный персонаж, люди соскучились, я надеюсь, по тебе. Много интересного ты сегодня рассказал. Ролик, я думаю, зайдет, получасовой интервью с тобой. Ну, а тебе пожелаю, как бы, всего хорошего, замечательного, подняться в жизни. Неплохой ты человек. Вот. Ну, а сейчас обещал, пойдем, выпьем пивка. Кушать хочешь что-нибудь? Да, да, пиво, да, хотя бы. Поесть хочешь что-нибудь, пирожок какой-нибудь? Ну, да, покушать и выпить хоть чего-нибудь. Пойдем. Пойдем, да. Уже лето на улице, уж как-то. Уже зимой тяжело будет, потому что зима, сами понимаете, зимой нелегко. Вот. А меня вообще ты помнишь? Да, ну, я помню тебя, это, как ты был вторым блогером. Еще тогда мне говорили, ну, как, я, конечно, не мог сказать ничего. Нет, а здесь вот, здесь вот, по улице, по улице меня, помнишь, чем я занимался, как я двигался по жизни? Кто я, погоняло мое, не помнишь? Погоняло, погоняло это дело, дело-то, ну, погоняло это дело, конечно, погоняло это дело. Ну, не помнишь? Нет, я помню, я знаю. Ну, как? И ты знаешь тоже. Ну, как? Ты знаешь, я просто не хочу об этом говорить, потому что зачем лишний раз говорить об этом? Ну, просто мой канал теперь так называется. Как? Как мое погоняло. Просто вдруг ты когда-то увидишь, вот, в интернете будешь там смотреть что-то, наберешь мое погоняло в ютюбе, и это будет мой канал. Там ты вот увидишь себя. Здорово. Да, и, кстати, у меня, наверное, брат сейчас сидит в компьютере, и он видит этот, кстати, он у меня любит сидеть в компьютере. Он у меня сейчас сидит в компьютере, и, кстати, как твой канал называется? Как и мое погоняло, а ты его не помнишь. Понятно, короче. Ты его не помнишь, ты блефуешь. Да я помню, помню. Ну, как мое погоняло, скажи конкретно. Ну, зачем так говорить? Ну, ты просто не помнишь. Да помню я. Ну, это название моего канала. Ты вот спрашиваешь, как название канала? Название канала это мое погоняло. Как мое погоняло? Мое? Да. ТВ моё. В ютубе и везде название канала в интернетах и вообще в советство. Ну, конечно, не по ОРТ, не по Останкинской башне. Это от нас, это уже к нам как-то даже не относится, потому что это уже отдельное телевидение. Ну, мы и туда залезем. Да, да, да. Нас показывали, кстати, по каналу Москва-24. Ну, нормально. Ну, это наш московский был канал. Я думаю, что питерский канал нас далеко не касается. Я был в Петербурге, я туда больше не поеду. Был в Дагестане ни в коем случае туда даже не поеду. Я знаю, что, что, я не знаю. Если я, я, конечно, хочу многое чего в жизни, как и все многие люди. Но мне кажется, что от этих желаний надо иногда и отказаться. А что, что вообще можешь делать? Ну, помимо, вот, допустим, подсобной работы, чернорабочим, ты, я думаю, сможешь работать, да? Ну, я вот работал, да, и в рабочих домах, и на фабриках, и на заводах, и везде. И дворником я еще, помню, работал, и везде я работал. Подсобный рабочий, ну, или дворник, в принципе, или пескострущик металл на заводе я был. То есть, хотя мне сказали там, как, ты получишь образование с лесарем, с лесарем я тоже был. То есть, я там, конечно, танки я там не чинил, потому что они уже там были, ну, как сказать, или допотухные, или чуть-чуть там испорченные. Ну, неважно, все равно я чинил, как бы делал, ну, всю черную работу, не важно, что. То есть, неважно, чем я занимался, да, я был вечернорабочим, и туда-сюда. То есть, и как-то даже мне предлагали иногда и криминальные услуги сделать что-то левое. Ну, вот, я их, конечно, всех посылал, потом меня туда выволили. Короче, долго это все рассказывать, короче. Ну, и так, давай оставим на будущее, как бы, 35 минут видосик. Ребята, вот наш персонаж Игорь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я думаю, мы будем теперь общаться более, так, позитивно. Позитивный наш канал, в отличие от других каналов. Мы не делаем трешака. Да, потому что в других каналах, да, показывают всякую нечисть, туда-сюда. Это канала нет. Их тоже, как бы, можно смотреть, но, как бы... Сквозь розовые очки. Да, да, сквозь, да, розовые очки. Ну, конечно, да, конечно, те радиоканалы, которые передают тоже информацию, они тоже хорошие каналы, потому что они любят интерес, но наш канал, он, как бы, особенный. Да. В этом плане, что я хочу сказать, что... Да, Игорь, ну, слушай, а где ты... Как сейчас? Ну, я смотрю, так более-менее чистенький, единственное. Ну, да, потому что меня дома... Чего у тебя такие ногти? Дома, меня, да, дома мне сказали так, постирай свои вещи. Ну, я думаю, стирал, да, вещи туда-сюда. Короче, ну, мне там, родители, сказали, постирай вещи. Ну, единственное, вот, подожди, сейчас заканчиваем мы наш разговор. Ну, да. Ну, все нормально, более-менее все нормально. Ну, почему ногти такие? Я кошмар. Ну, ногти, а что ногти? Чего тебе, у тебя ножницы нет? Да, ножницы... Да, а в какие там ножницы? Или тут образ такой. Образ? Образ, может быть, знаешь, вот люди, допустим, там, у нас был здесь такой, к сожалению, умер Саша Курский. Вот, и он постоянно штаны, вот они у него чистые штаны, он брал вот так руки, возюкал по полу и обтирал, вот здесь коленки затирал, вроде как, чтобы не отличаться от бомжа, так больше денег там дают. Чтобы больше денег дадут, я хочу наоборот, чтобы это, это у каждого человека личная система, кто больше даст денег, кто меньше даст денег. Какая разница? То есть, грубо говоря, бывает, что больше дают, а бывает, что и не хватает, и этого. Какая разница? То есть, я хочу сказать, что все равно, все должно быть позитивно, то есть, мысли должны быть только позитивно. Все, Игорь, пойдем за пивом, за пирожками. Да, за пивом. Спасибо тебе за интервью. Я хочу сказать, что даже если любой человек, например, на вид плох, вот даже вот в анекдоте, например, да, когда в глубоком и, я не знаю, в дремучем лесу встретился волк с зайцем. Значит, ну и заяц волку, ну что, ты меня сейчас скушаешь, что полакомишься, что там меня, может быть, натянешь или еще чего-нибудь. А волк ему сказал, да нет, заяц, знаешь, что, говорит, это я просто на вид такой, знаешь, говорит, злой, знаешь, такой сердитый, а так, я такой же, как и ты, заяц, мягкий и пушистый. Вот так вот. Красавчик. Красавчик.